17 гектаров мусора. Полигон Чистцы работал 40 лет. Был закрыт в 2014-м. А скоро и вовсе останется лишь в памяти местных жителей. На объекте начинаются работы по рекультивации. Первый этап технический. На этом же этапе появится система дегазации. Это скважина глубиной до 18 метров и горизонтальный трубопровод. По ним будет выводиться свалочный газ и затем сжигаться. Свалочный газ сжигается и таким образом уничтожает все вредные вещества и запах. После этого делается противосилитационный экран из геосинтетических материалов, что сводит к минимуму вредное воздействие полигона на окружающую среду. Вокруг полигона специалисты сделают дренажную систему в нее будет попадать не только фильтрат, но и поверхностные стоки. Все собранное на очистных сооружениях превратится в техническую воду. Второй этап рекультивации – биологический. В его рамках бывший мусорный полигон засеют травой. В конечном итоге вместо этого мусорного полигона мы получим красивый ковы, который будет покрыт зеленой травой. А мы можем потом вашу производитель использовать для горнорожных полигонов? Вообще, на самом деле, мы уже много полигонов рекультивировали, очень много таких идей, чтобы использовать под горнорожные курорты. Технически это возможно. Специалисты обещают – никакого запаха местные жители не почувствуют. Все сделают без вреда для экологии. На рекультивацию у них два года. Контракт о начале работ подписали 11 ноября. Нам от вас нужен четкий график о любом строительном объекте, строительной индустрии, поэтому понимаете прекрасно, что график работы мы хотим видеть, подписанный вами. Также нам нужно здесь установить полноценную систему видеонаблюдения, чтобы мы в онлайн-режиме могли отслеживать происходящее событие. Следить за соблюдением экологических требований при рекультивации будут общественники и средства массовой информации. Все работы на полигоне Чистцы должны быть максимально прозрачными.